Всем привет! С вами Сергей Чураков и в этом видео я вам сейчас объясню, как настроить систему, чтобы у вас ваш домен бесплатный автоматически либо продлевался, либо снимался с автоматического продления. Напомню, что вот здесь в разделе «Купить продукт» есть консультантские пакеты. Сейчас, минутку, откроется. И когда мы приобретаем, оплачиваем годовое обслуживание, то есть Salis Renewal Kit за 59.95 долларов в год, мы за эти деньги получаем бесплатно домен. Один бесплатный домен. Следующие бесплатные домены, если вы хотите дополнительные домены, вы приобретаете за 11 долларов. То есть один бесплатный домен у вас в этих зонах. То есть зона .com, .net, .org, .info, .us и .biz. То есть эти домены будут у вас бесплатными. Итак, значит, в разделе «Сервисы» вас будет интересовать вот эта кнопочка под названием «WeWeb Apps». То есть через этот сервис мы заказываем доменное имя. Также кликаете здесь на русский язык, либо английский, как вы хотите, на котором вы понимаете. Здесь заказываете доменное имя. Опять-таки здесь идет дублирование. Какие домены будут бесплатными. Заходим в панель клиента. Так, здесь надо будет ввести почту и пароль. Эти данные вы регистрировали, когда оформляли свой домен. Далее. Вот здесь есть мои домены. Кликаем сюда. Выбираем домен. Ставлю галочку здесь. И здесь статус автопродления. Вот так нажимаю. Статус автопродления. Значит, здесь есть кнопочка «Включить автопродление» и «Отключить автопродление». В данном случае компания MyRK нам уже неинтересна стала. Поэтому этот домен уже нам не нужен. Я нажму кнопочку «Отключить автопродление». Изменения сохранены. Автопродление помогает защищать домен, когда оно включено. Мы автоматически высылаем вам счет на продление домена за несколько недель до того, как закончится срок регистрации. То есть вот у меня партнеры спрашивают, когда приходят письма от компании, там предлагается зайдите в кабинет, проверьте свой домен. Нужен он вам, не нужен. Я вам говорю, если у вас кнопочка включена, значит автоматически продлевается. Если отключена, значит не продлевается. То есть я отключил в данном случае автопродление. Так, еще раз проверю. Посмотреть данные. И видите, здесь в красном написано. Внимание, у этого домена отключено автопродление. Если домен не будет продлен вручную, его срок действия стечет, и он станет неактивным. Значит, после того, как срок, то есть как домен станет неактивным, можно заказать другой домен. Поэтому вы можете каждый год иметь новый домен. Так, блокировка регистратора. Рекомендуется ли выключение интервью на передаче домена. В общем, здесь есть все необходимые функции, все кнопочки, которые вам потребуются для управления вашим доменом. Итак, с вами был Сергей Чураков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии внизу под видео, отвечу на ваши вопросы. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok